приветствую вас уважаемые зрители с вами снова я ведьмак продолжаем вечер инди игр и продолжаем проходить лебединый эскиз или the unfinished swan так давайте просто продолжить кнопку и нас по идее должно отправить к тому моменту где мы закончили с вами историю историю мальчика монро я сделал перерыв в записи в смысле он в воздухе был на летучем корабле на сколько помню отправились снова исчез оставив монро одного посреди огромного веса не придумав другого выхода он прыгнул вниз круто ой там король на переднем плане тем понимаю так понимаю уже играем между сериями я просто пробежался по уровням и собрал себе побольше шариков поэтому купил купил такую штуку называется бронспойт или шланг вот-вот и уху я стреляю черными шариками ничего вообще не вижу пожарный шланг на мой взгляд о как я это не заметил интересно сразу больше ничего нет тьма тьмущая просто ой блин это видимо так и задумано спасите помогите люди добрый ките кто-нибудь веревку да можно конечно на слух ориентироваться наверное о что-то розовое хорошо что тут у нас такое шарик ты шарик почему ты как груша выглядишь перевернутая ой блин освети мне путь что ли вы я покрасил грибы блин так уж жутко это статуя а вот и следы нашего лебедя блин надеюсь я не навернусь еще шарики лишь на это был не шарик кстати давайте вернемся вот он я вижу его ниточку не вижу его самого я теперь стал более внимательно и выискивать эти шарики поэтому мы постараемся собрать их все как все сколько увидим столько соберем так дерево что у нас тут есть ой я покрасил дерево какие-то деревья совсем-совсем уж нарисованы так скажи мне светящийся штук я пройду здесь вроде бы пройти можно ладно следующий тут у нас пошел лебедь оставляющий после себя желтые следы как царь не даст так шарик где-то поблизости да я его естественно не вижу кто там это так пытаюсь шарик найти так шарик эхоу блин я не могу туда пройти блин и не достать вот никак а зараза так куда же нам там кто то есть темноте уйди уйди говорю блин ему пофигу я не пойду в темноту он страшно а вот и шарик я его искал так ну идти в темноту как вы понимаете блин мысль плохая нас просто сожрет какая-нибудь гадость жуткий темный лес так очередной шарик где-то там да уйдите вы ну ау так там все равно не пройти похоже не стучи так сердце бежим едят офигеть в этой игре еще какие-то злые уроды есть которые тебя едят так блин это был шар я похоже его пропустил блин а уйди от меня гадина так давай-ка ты мне поможешь его найти шар похоже уже все не надо было спрыгивать блин ну ладно добойдемся ладно хватит превращать игру в поиске шаров давайте уже наслаждаться историей один-то явно где-то здесь прямо вон так блин этот шар получается наше единственное спасение в этой темнотище жуткий лес какой-то неужели этих пауков тоже король нарисовал если так то он явно маньяк блин я хочу светящиеся чернила вместо черным тогда могли освещать сами это все так погоди ты спокойно идем ой шар погоди погоди нет нет не убегает меня ну все мы пропустили шарик да куда ты прешься ну стой гадский шар стой я говорю нет ты не пойдешь туда и пойдешь туда куда я скажу игру иди наверх хорошо что я прокачал бронской нет даже не думай ты будешь слушаться меня проклятая сферическая хреновина смотри упертый какой а где сказал я застрял стой гаденыш я тебя ненавижу да конечно конечно капец ублюдочный шар и чё ты застрял тут не беси а едь наверх я сказал вредина вредина да ё-моё стой да куда ты прешься стой нет нет я сказал нет ты упор от шарта прекрати ты не тат с той стороны в сторону надоел тут останься тут останься говорю я его уже ненавижу мне вообще не слушается смотри я упоротый шарик ты чё такой упор от это я не понимаю короче уже пень не хочу больше заниматься бессмысленное абсолютно занятия сейчас все делаю все катись давай куда хочешь мы должны пойти в эту пещеру страшно пошли ты первый давай давай ибо нефиг так где то здесь есть шарик ну и как можно было мне не попасть обычно да достань ты до него ну уже ура хоть этот взяли фух давай топай опять он без меня едет часть вторая река опсс кажись я встрял мне кажется прыгать в реку плохая идея поэтому нам единственная дорога по берегу блин а прикольный лес такой мрачный темный хоть и нарисованный но все равно кажется интересным ой пауки меня преследуют это здесь шар но я понятия не имею где он а вот ес так что там у нас впереди лягушка капушка ой 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 куда ты куда ты стой не торопись ты так я с тобой не успеваю маньяк ты проклятый ты ж меня погубишь ух остановился уйди там я вижу надпись все вызвали ли шарик из плена и можно идти дальше люблю ночью лесу находиться там хоть и страшно но очень красиво ух король стал создавать идеальные королевства которые привлекали только не идеальных жителей он решил оставить о себе память традиционным образом заведя семью начать он решил с дома похоже у него все не очень хорошо вышло с домом ммм в чем дело ой успеть бы за ним еще куда стой это вот это его дом похоже на то странно а почему фонарь вообще не разгоняет темноту фонарь офигеть я его запросил мм король не слишком ладил с людьми и потому не стал искать себе жену а просто нарисовал ее она открыла глаза и король ахнул от удивления он создал женское подобие себя молодец король влюбился интересно это похоже на ступеньки но такое ощущение что они не станут ступеньками пока мы что-то не сделаем какая-то странная лампа честное слово я их закрасил отлично так благодарю теперь у меня есть немножко света это что такое а это вот эскиз дома который сделал король погоди 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 не 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 часть 3 дом я конечно понимаю но мне еще рано мне так кажется смотри упоротый шарик он уворачивается от моих клякс так ну я так понимаю это единственное место куда мы вообще можем прийти здесь только войти в эскиз картины блин это офигенная игра столько интересных идей и сосредоточена шарик за той стеной хорошо мы туда видимо доберемся в другой раз и другим способом вот например ну это же гениально взять зайти в эскиз дома причем офигеть я тут могу что-то рисовать а как их уничтожить я не хочу погоди не надо да блин так ладно мы что-то створим но это так называемый блюпринт чертеж это у американцев распространено вот такое вот использование голубой бумаги с белыми чертежами на них поэтому называется блюпринт я так понимаю нам нужно построить здесь нечто вроде лесенки давай давай ну вот так вот например есть так где-то здесь есть даже шарик где а вон он это было хитро с твоей стороны шарик но я могу строить получается только а а я могу еще такие объекты делать да понятно ну например так я тебя нашел интересно если я просто сделаю вот так как а я тебя нашел что что это было забавно но несколько бессмысленно ясно так так спокойно ну можно чуть подальше офигенная идея честно скажу это офигенно я давно уже с такими интересными играми не сталкивался прям вот состоящими из разных интересных идей так где шарик он конечно где-то здесь но он спрятан ну шарик шарик оооо так ладно нам нужны ступеньки так или иначе Субтитры сделал DimaTorzok Так, сделаем ступени таким вот хитрым макаром. Блин, как неудобно с тиками все это делать. Мышкой было бы, конечно, куда удобнее. Это, опять же, на мой взгляд, конечно. Но в инвентаре мне довелось поработать. Поэтому кое-какое представление я имею. На трехмерной графике. И об удобстве управления элементами. Я не знаю, зачем я делаю их красивыми, но мне хочется. Может было, наверное, сделать каких-нибудь кустарных, навалять этих ступенек. Но как-то мне не хочется нарушать общую красоту игры. Но получилось последнее не очень. Согласен. Так, это мы вернулись. Из эскиза в реальность. Похоже, мы оставили там шарик. Либо он находится вот здесь. Где-то. А, вот он. До свидания. Теперь давайте попробуем еще войти в эскиз. Посмотреть, где там шарик. Если он там есть. Да, шарикометр говорит, что он здесь. Но где? Загадка. А дом плоский, да? Да, замечательно. Дом плоский, поэтому... 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 И потому тоже. Да где же он заныкался-то? Ай-яй. Ай-яй. Так. Но он не с этой стороны. Где-то прямо вот здесь. Ничего не понимаю. А, все, я не могу больше делать? А, ну правильно. Я могу только на синей бумаге делать. А, вот он. Все. Теперь можно со спокойной душой идти по лесенке. Правда, она сдвинулась, вы видите. Не попала в штрихи. Но, тем не менее. Гори. Странно, не горит. Так. А что мне с этими делать? А, это просто пол недоделанный. А король явно страдал тем же, чем страдала мама Монро. С синдромом незаконченности. Заперся в мастерской, рисуя подарки для своей королевы. Он даже не заметил, что они не слишком ее интересуют. Хотя она и не скрывала этого. Королева оставила себе лишь первый подарок короля. Маленькую серебряную кисточку. Она была, поди, такая же одержимая, как и сам король. Интересовали только рисунки и прочее. Это вот она такая была? Похоже на маму Монро, вообще-то. Часть четвертая. Детская. В смысле, не часть детская. Комната детская. Я так понимаю, нам нужно в очередной блюпринт вскакнуть. Каждый день король пририсовывал новую комнату к дому и бросал ее, считая, что она недостойна королевы. Королева же, пока он спал, рисовала лесных созданий, но никогда не доводила дело до конца. Понятно. Через пять месяцев, когда она знала, что она ждет от него ребенка. Да, такого же недорисованного. Так, мне надо явно доделать пол, чтобы пройти в следующую комнату. Который? Ничего нет. Ну, пошли. Ааааа! Бах! Так, давайте оглядимся сначала. Такое все белое, чистое. Эм, похоже, туда идти не стоит. Ладно. Так, а где же шарик? И где же этот маленький засранец? А, вот ты где. А ну выгляни. Йес. Так, продолжаем. Давайте сделаем пол в комнате. М. Всё, всё окей. Тихо, тихо, тихо. Сделаем аккуратно. Блин, неправильно. Не, ну это совсем отстой. Давай по-другому. Ну, хотя бы так. Если уж делать блоками, то делать блоками. Ну и чё ты от меня хочешь? Так, аккуратно. О, зайдёт. Так. Так. Ален, мимо. Здесь есть ещё один шарик. Между делом. Ну ладно, пусть будет небольшая щель. Думаю, в нашем случае это не очень страшно. Так. Теперь с этой стороны. Блин, это офигенно. Игра вообще вот меняется с одной локацией в другую. Вначале это был вообще просто белый мир, где мы чёрными кляксами определяли стены. Потом мир обрёл тени. Потом мы его начали заращивать зеленью. Здесь мы его строим. Блин, это прикольно. Это вот этот шарик. Я видел. Так. Пойдёт. Эй, прекрати. Ладно. Что-то да получилось. Шарик. Ален, шарик. Ты мой. Ты мой. Хорошо. С вами всё понятно. Так. Последний шарик. Вон там, я так понимаю, да? Давайте сейчас вернёмся в домик. Мне показалось, там ещё есть шар. Но нет. Да, пол мы, конечно, построили просто капитальный. Современные строители строят щели там в полах. Километровые и так далее. Ладно, не буду здесь заделывать. Так, зато надо здесь что-нибудь сделать. Не надо. Вернись. Ну, как-то так. Так, чтобы обратно вернуться, давайте сделаем здесь подставочку. Ну вот, на всякий случай. Так, иди сюда. Ну, я, конечно, не так хотел сделать. Ну ладно. Не достаю. Коротышка. Так. Ну и здесь ещё сделаем небольшую подставочку. Вот как-то вот так. Это, я так понимаю, король развлекался, да? Опять ступеньки рисовать. Давай, пусть будут типа ступеньки. Так, шарики, я думаю, где-то здесь. Ммм, ну. Зато здесь прелестный балкончик. Так. Хорошо. Нам нужно добраться до лестницы. Давайте рисовать. А я надеюсь... Ой-ой-ой-ой. Ну... Этого я не ожидал. Что мой шарик снесёт мой собственный блок. Давайте поаккуратнее, значит. Поаккуратнее. Да ты издеваешься, что ли? Ещё такие неустойчивые, мое. Ладно. Пойдём другим способом. Да-да, давай сюда. Отлично. Так. Так. Так, надо место экономить. На всякий случай. Окей. Эх... Не хватает. Немножечко. Чтобы попасть... Аааааа, черт. Так, насоса где-то такая. Эм, да. Слегка так прокосил. Ну, может, хватит. Не будем уж сильно заморачиваться. Ой, я идиота кусок. Или погоди. Это довольно странная лестница, но можно сделать вот так. Так, Шар, ты где? Покажись уже. Тихо. Я не вижу тебя. Блин. Ладно, продолжаем. Оу. Окей. Да где ж ты спрятался, Тошар? Утомил. Искать тебя. Смотри, не тут, не тут. Так где он? Ладно, давайте посмотрим. Так, нет, стоп. Я знаю, что произойдет. Если я слишком увеличусь, увеличу точнее, я туда просто перенесусь. Это я уже и без вас догадаться смог. Без кого без вас, мы-то не знаем. Так, какого черта? Где шарик? Ни фига я построил. Не надо. Не надо мне эту дуру. Все. Вот он где-то здесь. Нет, даже здесь. Видимо внизу. Как-то я его пропустил. Как, не знаю. Бррр. Аааа! Ядрена кочерыжка. Так. Лады. Вот он. Конец. Еееей! Так. Ну, теперь можно забираться и уходить из этого мира. Да, блин. А, Джорни! Погоди, это что, от той же самой компании, что ли? That's Company. Офигеть. Погоди, там... Король выглядывает. Ну, ладно. Здесь еще, что ли, шарик есть? Да какого черта? Вы что? Совсем с ума сошли? Или что? Ничего не понимаю. Ага. А, ну он улетает. Лети давай уже отсюда. Несмущаемый шарикометр. Если это ты, конечно, смущаешь его. Похоже, что нет. Смотри-ка, шарик улетел, но мне кажется, что еще... Еще один здесь есть. Прямо подо мной. Блин, песть. Что они так запрятаны? Эм. Окей. Шарик, подшипники. Тихо. Например. Блин, когда у меня не было этого шарикометра, мне было легче, на самом деле. Я не знал, что он рядом, и не знал. Теперь, блин, как дурак за ними гоняешь. Тихо. Блин, ну здесь нет. Проклятый шар! Где ж ты находишься-то? Ну, я не понял, с какой целью там Джорни оказалась на Луне. Я что-то не обратил внимания, кто сделал эту игру. Неужели действительно Z-Company? Так, окей. Шар где-то здесь, но непонятно где. Так, вот так мы от него удаляемся. Так мы к нему приближаемся. И он показан прямо вот здесь. Но его же здесь нет. Я что-то не понимаю. Так, ну давайте-ка сделаем. Блин, я так всегда пугаюсь, когда падаю. Сделаем вот так. Ну а да, вот он, засранец. Давай уже, улетай. Блин, я столько времени не трачу на шарики. Ёлы-палы. Надо завязывать. Так. Я, конечно, всё понимаю. Так, блин, ну что мне делать-то? А, или можешь просто подойти к этому месту? Ладно. Давайте выйдем наружу. И сделаем такую же штуку прямо до картины. Это мне кажется логичным. Ну как-то так. Ладно, давайте на этом месте уже завершим серию. Я и так переборщил. Долго искал все эти шарики. С вами был я, Ведьмак. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите ещё. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok